Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск. Сегодня». В студии для вас работает Ларина Сукуева за режиссёрским пультом Николай Слепцов и Ольга Степанова. Завтра, 1 июня, в День защиты детей в Якутске, целевой фонд будущих поколений Якутии проведёт республиканский фестиваль для детей и молодёжи САИН. Более подробно об этом фестивале и о целевом фонде будущих поколений Якутии сегодня в нашей студии расскажет его генеральный директор, народный депутат Владимир Егоров. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии прежний 320066-32166. И также у нас работает WhatsApp номер. Я напомню его цифры. Плюс 7 411-232-0066. Итак, мы знаем, что целевой фонд будущих поколений работает уже более 30 лет. Расскажите, пожалуйста, кратко из истории фонда. Да, как раз ровно 30 лет с начала работы фонда мы праздновали, можно сказать, в прошлом году. В 1992 году ещё Михаил Ефимович Николаев издал свой указ. Мы знаем, что Михаил Ефимовичу много было создано для новой Якутии. Ну и в том числе и целевой фонд будущих поколений, это его детище. И, соответственно, вот та часть наших богатств, именно алмазов, которые стали оставаться в республике, было передано в целевой фонд для того, чтобы в то непростое время, в 90-е годы, сделать заделы на будущее. То есть ориентир был именно на те проекты, те такие мероприятия, которые дадут эффект в последующем. С дальним прицелом. С дальним прицелом, да. И вот на самом деле фонд достаточно долго вот работает. И в какой-то момент, можно сказать, стабилизировалась его работа в части того, чем он занимается. Понятно, что вот было достаточно много различных проектов, но в основном, вот можно сказать, к тому времени, когда уже был подписан договор Солроса, соответствующий об ежегодных перечислениях средств, это наш основной жертвователь фонда, уже стало понятно, что фонд больше занимается инфраструктурными проектами, то есть строит различные объекты социальной инфраструктуры. Школы, детские сады, дворцы культуры, спорта, значит, объекты здравоохранения. Вот это все, на самом деле, вот довольно много и ключевых в республике построил целевой фонд будущих поколений. Вот, ну вот в последнее время стало понятно, что и, в принципе, за счет бюджетных средств достаточно много, и федеральных средств уже много достаточно делается для инфраструктуры. Вот, поэтому мы подумали о том, что нужно заниматься более содержательными еще делами, да. И наша миссия, наша новая миссия, которую мы приняли в 2021 году, она заключается в работе уже с человеческим капиталом, с фокусом на детей и молодежь. Ну, если точно ее сформулировать, то как мы на этой формулировке довольно долго работали, оттачивали ее, да. Значит, миссия звучит так. Формирование духовного, физического, творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи, консолидируя усилия бизнеса, государства, общества во имя устойчивого развития республики, страны и мира. Вот таким вот образом звучит наша миссия. Ну, подчеркивается то, что мы действительно являемся такой консолидирующей силой между бизнесом, государством и обществом, потому что мы наши проекты реализуем за счет средств крупных компаний, как правило, недропользователей, и работаем совместно с нашими социальными партнерами, реализуем различные проекты, которые востребованы нашей республикой, нашими людьми, сообществами. Вот. Ну, вот поэтому, собственно говоря, мы приняли такую нашу миссию, и программа наша на 5 лет рассчитана вот с 2021 по 2025 год. Значит, мы разработали концепцию деятельности фонда с LNV до 1932 года, и ряд системных ключевых проектов мы в этой концепции предусмотрели. А дальше все это предусмотрели уже в программе во имя будущего, заложили на это средство, и сейчас занимаемся реализацией этих проектов. Я вас поняла. Вот вы заговорили о духовном и физическом развитии ребенка, да? А как вы считаете, вот с талантом рождается или его нужно все-таки развивать? Вы знаете, понятно, что есть тезис, что талантлив каждый ребенок. Это во многом действительно так, но понятно также, что у каждого ребенка свои задатки. Один имеет задатки к спорту, другой к музыке, может быть, к наукам. И важно, на самом деле, достаточно рано, вовремя выявить эти задатки, раскрыть их и помочь их развить. И тогда как раз-таки и появляются вот те, кого мы назовем талантами. То есть люди, дети, которые будут нас удивлять, восхищать вот своими достижениями. Самородки еще их называют. А каких принципов вы придерживаетесь в воспитании детей? И что бы вы посоветовали родителям? Ну вот лично я, если как у меня три дочери, всегда придерживался этого подхода, что нужно внимательно следить за тем, что ребенку интересно, и создавать условия для того, чтобы этот интерес не угасал, развивался. Конечно, мне, человеку, который занимался разными делами, математика, шахматы и так далее, конечно, хотелось вовлечь их в свою сферу, но тут, как говорится, без фанатизма. Но вот в шахматах, конечно, с детьми, детей удалось и девочек увлечь в эту сторону, и они там разные достижения имели, в том числе мирового уровня. Вот, математикой мне не удалось их увлечь. Поэтому я считаю, что главная вот такая свобода и свобода выбора. То есть у ребенка всегда должен быть свой выбор. Не навязывать, да? Да, именно вот и проявить свой интерес, и дальше, главное, ребенка дальше там поддержать. Потому что у ребенка может быть какой-то начальный интерес, но для того, чтобы у него был успех вот в этом направлении, ну, нужны первые шаги, которые должны быть тоже действительно успешными. Вот, например, опять же, из тех же шахмат Ласла Полгар, отец известных трех женщин-грессмейстеров, да, одна из которых чемпионка мира среди женщин, а вторая, которая даже не стала играть среди женщин, а только среди мужчин. Она была, ну, явно просто сильнейшая среди женщин. Вот он говорил о том, что вот у него диссертация есть, и в диссертации описано, чтобы ребенок был успешен. Это касалось, ну, я говорю про шахматы, но на самом деле многого другого касается, да. Нужно, чтобы у него в соотношении успехов и неудач на начальном этапе было 10 к 1. То есть в 10 раз он там что-то сделает, то есть шахматы он должен 10 раз победить, один раз проиграть. Вот тогда ему интересно. Вот, и поэтому, да, ситуацию успеха нужно создавать у ребенка, тогда он будет развивать свои задатки, ему будет интересно этим заниматься. Интересная формула, кстати. А вот вы говорили, что вовремя увидеть вот талант, задатки ребенка. А в каком возрасте вот вы увидели у своих девочек? Знаете, достаточно вот тут все, скажем... Индивидуально? Индивидуально, да. Даже вот, скажем, читать. Мои девочки научились в совершенно разном возрасте, у них разные характеры. Ну, допустим, я учил там буквам, уже там в полтора-два года почти все буквы знала, но через какое-то время там, ну, не очень такое маленькое, скажем, да, там 4-5, ну, 5, наверное, где-то начала читать, а другая до 6 лет практически не хотела вообще... Желания не было, да? Не было там эти буквы изучать, зачем они нужны, ей было, видимо, непонятно. Но когда к 6 годам она увидела, что везде, видимо, окружают слова, как говорится, да, ей захотелось понять, что же не означает. Она сказала, папа, научи меня читать. Ну, и буквально вот за январские каникулы удалось ее научить бегло читать. То есть в тот момент, когда ей действительно было это нужно, важно, как говорится, когда она захотела. Ну, и вот так же получается, что вот одна из девочек, получается, только в 10 классе, можно сказать, почувствовала, что у нее есть склонность к архитектуре. Вот. Ну, и, собственно говоря, она сама предприняла попытку записаться в один из кружков. Ну, и я поискал, что у нас имеется в городе, да, и нашел самую лучшую студию архитектуры. Туда ее направил. И она очень увлеченно занималась. Ну, и сейчас она уже и закончила вуз, и работает в архитектуре. Вот. Ну, а другая, на самом деле, очень самостоятельная, вот та, которую буквы, как говорится, не хотела учить. Да, она сама, в общем-то, полностью себя как бы нашла, и она в сфере IT работает. Она закончила наш институт математики и информатики, тоже сама выбрала, так сказать. Хотя я думал, что, может быть, правильнее где-то там в центральных вузах учиться. Ну, вот она пошла своим путем. Всему свое время, как говорится, да? А всегда ли ваша деятельность была связана с детьми? Знаете, я бы даже сказал не то, что деятельность, а вся жизнь у меня была связана с детьми. Дело в том, что я старший ребенок в семье. Ну, у нас двое, да. И вот сестра мне на 6 лет младше, и получилось так, что я ее с самых раннего возраста, я ее воспитывал, ну, все, чему там учат детей, это все я учил, да, там, читать, писать, различать цвета, там, говорить и прочее, прочее. Поэтому я там, можно сказать, педагог с детства. Ну, и определенные тоже успехи имел и гордился ими. Когда вот сестру в 4 года записал в городскую библиотеку, она там брала книги, читала в 4 года, да. Во втором классе, я помню, у нее вот как-то был такой случай, у нее в дневнике не было ни одной оценки, кроме оценки 5. То есть это вот понятно, что там по четвертям, по годам бывают отличницы, да, отличники-отличницы, а у нее вообще вот все оценки, которые она получила во втором классе, были только пятерки. Ну, уникальный случай. Вот это тоже было предметом моей гордости, можно сказать, да. Здорово. Ну, а дальше, получается, так уж получалось, что я, будучи в школе, ну, понятно, что со своими друзьями там их тоже всячески помогал там и по разным там предметам и так далее. Всегда записывал своих друзей в библиотеку, учил их всегда играть в шахматы. Вот. Ну, потом уже были случаи, когда уже в восьмом классе я, можно сказать, подрабатывал репетитором соседки. Соседка училась в техникуме. Я и там помогал с математикой. Соседка взрослая уже, женщина. А вам сколько лет было? Ну, а мне было там, сколько, 15, наверное, 14-15 лет, да. Ну, в общем, дальше и дальше, получается, будучи студентом, я уже работал со школьниками заучной школы математической, малой механикой математической факультет. Потом после первого же курса я работал еще в своей родной школе, физмат-школе при Московском университете. Я там тоже вот проводил занятия со школьниками. Поэтому, в принципе, я вот, получается, всю жизнь вот так с детьми. Замечательно. А какие ключевые проекты реализует сегодня вот фонд? Значит, вот действительно, правильное очень слово, ключевые проекты, да. Значит, мы когда вот нашу концепцию рассматривали, да, говорили о том, что сегодня очень важно вот для реализации даже стратегии нашей республики обращать внимание именно на людей, на человеческий капитал, выражаясь экономическими такими выражениями, да, то мы обратили внимание на то, что, ну, и опыт, как говорится, весь наш подсказывает, да, что нужно с самого раннего детства обращать внимание на развитие детей. Вот если говорить про человеческий капитал, опять же, вот экономический, да, то Джеймс Хэкман, это Нобелевский лауреат по экономике, он своими многолетними исследованиями доказал просто вот на цифрах, что вложение инвестиций именно в раннее детство дает гораздо больше отдачи, когда он взрослый, да, чем вкладываться в школьном возрасте, в, значит, в студенческом возрасте. Вот, оказывается, наибольшие деньги лучше всего работают именно, когда они вкладываются рано, так? А рано это в сколько лет? Рано это именно дошкольный возраст. Дошкольный возраст, кое-где даже очень, ну, ранний возраст, принято говорить, до трёх лет, вот до трёх лет даже, да. Есть даже такая книга Масара Ибуки, основателя одной из крупных японских компаний, да, который написал книгу «После трёх уже поздно». Да, но он там описывает просто в своей книге различные, значит, можно, как говорят, современные кейсы, да, то есть такие истории, где дети именно в раннем возрасте, ну, обучаются чему-либо, да. Ну, например, там, плавать, значит, читать, кататься на коньках. Вот я, например, не мог понять, разве можно ребёнка там годовалого научить кататься на коньках. Оказывается, можно одновременно чуть ли не с тем, как он ходит, научить его кататься на коньках, плавать можно научить, да, ну и много чему-другому, да. Вот. А поэтому, получается, чем раньше, тем на самом деле лучше. И поэтому мы создали вот такую лабораторию детства, мы так её назвали, лабораторию детства, мы создали при фонде свою автономную некоммерческую организацию, где поставили себе такую целью изучить, 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 как развиваются наши дети, начиная с раннего возраста у нас в республике, да, психически, физически. И вот на основе этих исследований, на основе тех особенностей, которые есть у наших детей, вот строить наши технологии, программы, методики. Вот. Эта лаборатория уже три года уже работает, фактически, и уже есть первые интересные результаты. Мы работаем с ведущими научно-образовательными центрами страны, это психологический факультет МГУ, Институт психологии РАО, Международная педагогическая академия дошкольного образования, на наши СВФУ, мединституты, мединститут. Ну и вот есть исследования и в части вот того, чего нам не хватает вот именно в развитии физическом наших детей, там это микроэлементная база, там, да, это дефициты, там различные там витамины, йод и прочее. Да, это всё вот есть у нас как бы. И причём на основе этого мы делаем рекомендации для родителей. Вот. Ну и получается, исследование, которое вот мы делали именно в таком психическом развитии наших детей, показывает, что наши дети у нас в Якутии достаточно развитые, на самом деле. Когнитивное развитие у них опережает вот те регионы, которые для сравнения брались, да, это Москва, Казань, вот наши ребята, кажется, опережают. Это здорово. Здорово, но есть ещё другая, возможно, это одна страна одной и той же медали. Значит, какой, да, наши дети, оказывается, больше всех других сидят в гаджетах. А, такое есть, да. То есть, оказывается, вообще родители зачастую просто вот дают ребёнку там планшет, телефон, и ребёнок, пожалуйста, там сидит сколько угодно. И он знает, конечно, много чего там узнаёт, вот с одной стороны. А с другой стороны, есть свои недостатки развития вот в этом речевое развитие и так далее. Ну вот у меня сегодня внуку 4 года, и я вот как раз тоже наблюдаю за этим и вижу, что, ну, он очень много знает, иногда даже знает то, чего я не знаю, да, иногда, ну, уж точно он знает намного больше, чем я в его возрасте, может быть, даже в первом классе, да, вот, но вот есть и другие вот недостатки, не буду о ней говорить, да, вот. Ну вот получается, что вот вот у нас, если говорить про успехи, да, вот, например, этой лаборатории, разработаны несколько парциальных программ. Сегодня, получается, дошкольное образование вот работает на основе федеральных образовательных стандартов, и есть ещё региональные свои компоненты, да, и вот в рамках региональных компонент можно вырабатывать каждому детскому саду, принимать свои парциальные, так называемые, программы по различным направлениям, там, по изобразителям искусства, по музыке, там, по спорту, там, да, ещё по какому направлению. Вот мы как раз-таки по ними вот разрабатываем парциальные программы, их проходит, они проходят экспертизу, и дальше рекомендуется для применения детскими садами. Вот так мы по музыке, кстати, на якутском языке мы такую парциальную программу сделали, да, по изобразительному искусству. И вот у нас есть ещё такая парциальная программа по патриотическому воспитанию, родничок, сделанная как раз-таки на материалах, получается, вот наших местных, вот, и она прошла федеральную экспертизу, так, и вот федеральную, причём она прошла, вообще первая в России прошла федеральную экспертизу вот такую, так, и я не знаю, вот до сих пор есть ли ещё в России другие парциальные программы, которые прошли экспертизу, потому что мы вот прошли, получается, буквально недавно, вот на тот момент мы были первые, вот, поэтому так. А вот интересно, как проходит исследование, и каких детей вы исследуете? Я так понимаю, что с детскими садами? Да, там, получается, выбирается выборка определённая, да, такая представительная, чтобы они были вот как бы из разных, там, арктический регион, там, допустим, центральный регион, там, южный, там, город Якути, да, и дальше, получается, вот с этими детскими садами обучаются психологи, воспитатели обучаются методикам, как, значит, вообще им набирать материал, там, да, про это, и дальше вот они это делают, и дальше уже совместно с учёными Московского университета по их методике уже это всё анализируется, обрабатывается, и выдаются, как бы, результаты, и на основе этого делаются уже все наши технологии, программы. Это вот один из ключевых проектов, да, вы задали вопрос про ключевые проекты. Вот дальше у нас есть ключевые проекты, связанные со школьниками. Один из них, это, значит, региональный центр по работе с одарёнными детьми, это центр по выявлению и развитию одарённых детей. Вот мы про таланты разговаривали, и как раз таки вот есть специализированные организации, которые занимаются с наибольшими такими, ну, наиболее талантливыми детьми, да, это Малая Академия Наук, Высшая Школа Музыки, Якутская Балетная Школа, Республиканский Центр Подготовки Спортивного Резерва. Вот они составляют костяк получается от регионального центра, и, соответственно, мы поддерживаем их вот по их различным мероприятиям, по как раз таки выявлению вот этих талантливых детей. Например, делаются образовательные, так называемые, экспедиции по районам, и вот на местах выявляются вот те дети-самородки. Вот фестиваль САИН сказали, да, вот как раз таки и завтра тоже и Высшая Школа Музыки, и Балетная Школа, они будут просматривать детей для того, чтобы возможно найти те самые самородки, да. Вот Республиканская Школа Спортивного Резерва, Центр Спортивного Резерва будет проводить тестирование, также вот они используют современные технологии, различные оборудования, они будут смотреть вот состояние вот комплексное такое исследование, функциональное детей. Вот. Павла Академия НОК проводит тоже мастер-классы, значит, какие-то вот конкурсы и так далее, да, то есть отборы тоже вот идут для того, чтобы развивать детей в научной деятельности. Ага. О фестивале, который пройдет завтра, мы еще поговорим буквально через несколько мгновений. Сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Друзья, не переключайтесь и не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить нам в студию, задавать вопросы нашему гостю. Телефон у нас 320066-321166 и у нас работает WhatsApp номер. Пишите, звоните. Друзья, мы продолжаем программу Якутск сегодня и продолжаем говорить о целевом фонде будущих поколений Якутии и о республиканском фестивале САИН, который стартует завтра, 1 июня. Вместе со мной в студии генеральный директор этого фонда, народный депутат Владимир Егоров. И не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии 320066-321166 и у нас работает WhatsApp номер плюс 7-411-232-0066. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Владимир Анатольевич, давайте продолжим говорить о ключевых проектах вашего фонда. Мы остановились на программе для школьников. Да. Вот, как я сказал, оригинальный центр по работе с одновременными детьми. Но это, получается, такие очень централизованные организации, которые работают с детьми со всей территории республики. Дети приезжают к ним и, получается, там занимаются. Но мы также работаем на местах, можно так сказать. Есть у нас такой конкурс детские инновационные центры. Мы его уже несколько лет проводим, в рамках которого мы поддерживаем различные такие начинания местной педагогической общественности по созданию каких-то таких, ну, необычных, скажем, центров. Это бывают центры, связанные с IT, это бывают детские технопарки, креативные студии, там по беспилотникам, например, у нас такой проект был. То есть, каждый, в общем-то, каждая образовательная организация по наличию, так как подобных, ну, своих каких-то энтузиастов этого дела, да, обычно вот что-нибудь придумывает. И вот мы, собственно, такой конкурс сделали. Вот в прошлом году мы 10 таких поддержали центров, до этого мы там по 4-5 поддерживали, да. Вот. Интересно очень такое начинание. И мы придумали еще такую акселерационную программу, когда конкурс двухступенчатый, после первого этапа расширенное количество кандидатов мы приглашаем на, ну, можно сказать, ну, это называется акселерация в бизнесе, да, а так вообще вот на усовершенствование их проектов, скажем так, да. Они общаются с местными экспертами, изучают, как в наших инновационных других центрах, там в технопарке, IT-парке, Экванториуме, IT-кубе и так далее, там Майл-Академия, ну, как это все происходит. И вот все это впитывается в них, и свои проекты они улучшают, дорабатывают, а потом мы уже среди них выбираем лучшие. Вот это для школьников, да. Теперь получается, вот, что касается более старших, молодежь, ну, как мы говорим здесь у нас, конечно, мы с детьми в школьном возрасте достаточно плохо работаем, вообще я имею в виду всю систему нашу, да, и многие ребята поступают в хорошие вузы, как мы знаем, да. Раньше много уезжало по целевой подготовке, а сейчас просто ребята становятся конкурентоспособными достаточно, поступают МГУ, МФТИ, там, высшая школа экономики и так далее, и дальше свою профессиональную карьеру они, в общем-то, часто не связывают с Якутией. У нас идет такая утечка талантов, утечка мозгов, вот, и, в общем-то, это нас беспокоит, естественно, да. Вот, и мы решили с ними, ну, как сказать, как-то их в нашу орбиту вовлечь, и, соответственно, мы связались с студентами, студенческими сообществами Москвы, Санкт-Петербурга пока с этими двумя, да, и вместе с ними делаем различные мероприятия. Так проводили мы эти хакатон, связанные с программным обеспечением для как раз-таки вот какого-то сообщества ребят, которые находятся за пределами Якутии, которые хотят быть полезными для своей республики, да, проводили там кейс-чемпионат, помогали им проводить, там, студенческий бал, там, спортивные мероприятия, там, туристические и так далее. Вот это у нас в рамках проекта «Сотворение будущего» вот такую деятельность мы ведем. А есть ли у вас такие хэдхантеры, вот, как, бывает же, вот, в тех вузах, о которых вы говорили ранее, они вот прямо среди студентов уже выискивают себе потенциального отработника, что-то подобное? Это, на самом деле, очень интересно и правильно, да, то, что вот вы говорите, мы к этому постепенно идем. Мы стараемся вот сейчас пока с компаниями налаживать отношения, какие-то контакты с нашими партнерами, которые являются нашими жертвователями, да, чтобы вот те ребята, которые у нас находятся за пределами, учатся хорошо в вузах, могли попасть к ним на стажировки, практики и дальше, возможно, прийти туда на работу. Это вот, как правило, компании, которые работают на территории нашей республики, поэтому вот если ребята туда придут, то будут полезны наши республики, да. Но это могут быть и другие компании. У нас, конечно же, вот ребята часто выбирают такие профессии, которые, может быть, у нас пока не востребованы, да, хотят развиваться и, ну, видят, что они могут там в крупной какой-нибудь компании, значит... За пределами, да? Да, либо за пределами даже страны, да, вот, но при этом они же могут потом участвовать в каких-то проектах нашей республики. И даже я знаю сейчас уже некоторые из таких уже достигших определенных высот, значит, людей, они участвуют у нас в совете директоров компаний, да, и поэтому вот важно, на самом деле, не терять их из орбиты. И мы еще создали такой инструмент, как Endowment Fund. Мы этот проект поддерживаем через Endowment Fund. Вот, это, получается, определенная сумма денег лежит на счету. И проценты, которые накапливаются, вот они тратятся на различные мероприятия, да, вот, это такой всемирно признанный инструмент. И мы надеемся, что вот те ребята, которые пройдут через систему, дальше будут уже сами пополнять этот Endowment, и вот так и получится воспроизводящаяся система. А каков ваш подход к оценке эффективности и результативности реализуемых проектов? Ну да, поскольку мы все-таки финансовый орган, конечно, мы следим за эффективностью и результативностью, и у нас вообще программный такой подход, как я сказал, у нас есть программа на пять лет, программа состоит из различных проектов. Для каждого проекта есть свои индикаторы, показатели, которые надо достигнуть количественные, качественные, и мы за этим следим. Но, конечно, это достаточно трудно делать для проектов, направленных на будущее, потому что настоящие качественные результаты мы можем увидеть и оценить только там. Через пять лет, да? Пять лет – это мало. Ага. Это было бы с утра, начиная с утра, когда с утробы его матери. А, его матери. Да, то есть надо воспитывать его мать ещё в утробе. Ой, настолько долго, да? Да, то есть на самом деле, получается, родители тоже должны быть очень компетентны для того, чтобы воспитать вот такого ребёнка, да? И поэтому вот наши отдалённые результаты, они могут проявиться там, условно, через 50 лет. Но это на самом деле не такой большой срок. Если вот мы сегодня с китайцами начинаем дружить, да, они же планируют на столетие вперёд, на самом деле. Основатели первой династии, они говорили о том, что нашей династии будут 10 тысяч поколений, как говорится. Поэтому будущие поколения – это даже не те, которые вот сегодня, завтра, два-три поколения, а ещё те, которые будут тогда, когда у нас, возможно, совсем по-другому будет жизнь в Якутии устроена. Есть чему поучиться у них. А каким образом вы взаимодействуете с партнёрами и заинтересованными сторонами? Да, у нас, получается, во-первых, есть партнёры такие финансовые, да, которые, проявляя свою социальную ответственность, выделяют нам средства, так, и вот мы стараемся им помочь в том, чтобы они правильно выбрали те проекты, куда следует вкладывать, так. Но также сейчас мы с ними стараемся работать на такой взаимовыгодной основе, да, то есть мы пытаемся понять, какие у них есть интересы и попытаться их удовлетворить. Ну и интерес у них, прежде всего, кадры, так, но и, кроме того, сейчас есть интерес, связанный с технологиями, поскольку у нас импортозамещение, технологический суверенитет и так далее, вот курс на это взят, то мы вот сейчас разрабатываем уже проекты стратегического плана, да, на разработку технологий для того, чтобы быть полезными для тех компаний, которые вот с нами работают, да. Как раз-таки у нас же есть ресурс «Талантливые дети», и мы хотим, чтобы эти талантливые дети дальше уже были полезны нашей экономике, скажем так. Вот с социальными партнерами мы работаем, получается, на основе, вот получается, того, что мы финансируем их мероприятия, но мы активно участвуем в формировании, вот скажем, тех проектов, с которыми они к нам приходят, да, как-то вот согласуемся, получается, с интересами, значит, вот вообще с целой республики по тем проектам, которые они предлагают, да, с интересами, возможно, наших жертвователей, ну и далее, получается, вот уже помогаем им реализовывать эти проекты. И давайте поговорим об завтрашнем мероприятии, вот фестивале республиканский САИН, вот что за мероприятие, оно проводится второй раз, да? Вот фестиваль САИН у нас второй раз проводится под этим названием. А так, Целевый фонд «Будущее поколение», он уже давно, 1 июня, проводит какие-то мероприятия для детей, так? Но при этом в прошлом году придумали такое коррективное название САИН, которое в переводе означает «Лето, во-первых», во-вторых, «Развивайся». А, два значения. Два значения, да, и вот, собственно говоря, мы в прошлом году нам было 30 лет, и мы сделали это мероприятие достаточно таким масштабным, это проходило на территории спорткомплекса «Дохсун», вот. И вот в этом году мы тоже хотим сделать это ярко достаточно, вот в историческом парке «РСИ – моя история». Внутри или… И внутри, и снаружи будет это всё, да. Много будет наших партнёров как раз-таки там представлено, да, которые будут различные проводить, значит, мероприятия, связанные там, ну, и с выявлением тех или иных задатков, способностей, да, и просто, значит, квесты, конкурсы, ну, и вот различные там совершенно мероприятия для детей. Я обо всех, наверное, даже сам еще не знаю, да. Я знаю, что на фестивале будут проходить различные мастер-классы. Нужно ли заранее записываться на них? Вот сегодня, допустим. Нет, на самом деле, вот кроме, так называемой, кубка фонда по шахматам, записываться не надо. Вот кубок фонда, он предполагает командное такое соревнование среди школ, поэтому там вот предварительная запись, да. А остальные мероприятия, пожалуйста, приглашаем всех приходить, участвовать. Кстати, у нас там интересная такая будет геймификация, как сейчас говорят, да. У нас, значит, будут ребята зарабатывать так называемые саин-коины, то есть свою валюту, да, которую можно будет потом потратить на, ну, те или иные призы, которые будут выставлены от фонда. Ага, у нас вот сам вопрос появился, бесплатно ли это мероприятие и какой возраст может принять участие? Возраст там самый разный может быть, ну, преимущественно школьный, наверное, возраст, так, а совершенно бесплатно. То есть мы делаем это вот просто подарок для детей. Те ребята, которые сейчас ушли на каникулы, они могут прийти завтра, да, вместе с родителями, либо сами во второй раз он проводится, как мы уже отмечали, есть ли какие-нибудь отличия? Ну, вот как раз-таки в этом году мы геймификацию придумали, да, получается, вот саин-коин, это то, и мы думаем, что детям, во-первых, ну, как финансовая грамота, да. Больше интерес, да, и во-вторых, да, вот совершенно верно заметили, поможет им, ну, как бы распоряжаться своими средствами и зарабатывать. Замечательно. Я знаю, что вы являетесь президентом Федерации шахмат Республики. Скажите, какие меры предпринимаются для привлечения молодежи к шахматам? Ну, у нас, во-первых, шахматы, можно сказать, имеют два направления. Одно спортивное, другое, ну, даже, ну, два, я скажу, ладно, два, такое, как бы, обычно, которое бывает, да, это спортивное и массовое, да. Вот, можно сказать, спорт и физкультура, да. На самом деле есть еще третье образовательное направление. Вот я считаю, это очень важное направление, которое мы тоже развиваем. Известно, что некоторые функции у человека развиваются в достаточно раннем возрасте и, в общем-то, завершают свое развитие, ну, допустим, когда он к 12, это такие, как память, допустим, да. Есть еще такая способность действовать в уме. Психологами давно это тоже изученная тема, вот, и вот эта способность действовать в уме, выстраивать свой внутренний план действий, она, оказывается, развита у всего 5% людей, в достаточной мере, скажем, в той, в которой, на самом деле, можно было бы ее развить. Вот, а вот как раз-таки через шахматы, оказывается, можно это делать. Есть совершенно разные методики, но мы пользуемся одной методикой, которая уже лет 30, на самом деле, действует, да, проверенная, и ее пропагандируем среди учителей начальных классов, которые свои занятия также вот проводят именно по шахматам, да, вот, для детей вот младшего школьного возраста, ну, и детские сады тоже. Вот, ну, и, соответственно, мы считаем, что вот если у человека развить вот эту способность, то, во-первых, ему, естественно, это по жизни будет нужно очень, да, во-вторых, школьникам это очень нужно, важно для того, чтобы осваивать сложные школьные предметы. Вот, сейчас не секрет, что вот математика, физика, профильная и так далее у нас достаточно как бы тяжело идет, не выбирают дети этот такой вот экзамен по ЕГЭ, да, а нам нужно все-таки достигать каких-то успехов в инженерии, да, в технологиях, в науке, и поэтому вот это очень важно. Вот массовое направление, вот фестиваль Саинкубок, да, фестиваль Северного Сияния у нас скоро будет, ну, понятно, что на Детях Азии у нас дети будут участвовать, но это уже спортивное направление. Спортивное направление мы работаем с двумя выдающимися людьми, горсмастерами, один из которых первый, горсмастер Бурятии, мы надеемся у него перенять опыт, как же стать, как же воспитать первого горсмастера вообще у нас в республике, да, вот он занимается с нами дистанционно, приезжает на сборы, и вот у нас уже есть определенные первые успехи. Второй человек это у нас трехкратный чемпион мира по решению шахматных композиций, а это дисциплина вида спорта шахматы, и получается совершенно молодой человек, ему 21 год, вот уже трехкратный чемпион мира. Это спорт действительно для молодых, в общем-то. И у нас вот наши девочки в этом году, например, на чемпионате России до 19 лет одна взяла золото, другая бронзу. Замечательно. Поэтому есть такие уже достижения, и поэтому после Игры Дети Азии еще мы проведем этап Кубка России среди взрослых по решению шахматных композиций. Вот по поводу Детей Азии, вот сколько команд будет представлять на играх в нашей республике? Сколько ребят? У нас получается традиционно, как говорят, две команды, да, но получается у нас одна как бы основная, это два мальчика и одна девочка, два мальчика и две девочки, и также еще одна команда у нас, как бы вторая команда ее называть, ее один мальчик, одна девочка, то есть три мальчика, три девочки, но на самом деле у нас вид спорта не командный, индивидуальный, поэтому то, что они там объединились в команду, это просто то, что они представляют республику, защищают честь республики. Командного учета нет. Получается шесть человек? Шесть человек, да. А кого вы можете назвать основным нашим противником для наших ребят? С какого региона России или может быть страны? Сейчас предварительные заявки появились, да, и у нас восемь государств, восемь стран, участников, значит, кроме России, да, из России у нас получается есть команды или представители Москвы, Уральского, федерального округа, Сибирского, Дальневосточного, и вот сильные команды, вот я думаю, ну, в зависимости от того, кого пошлют, конечно, да, но вот команда Узбекистана, они на самом деле становились даже олимпийскими чемпионами, совершенно молодые ребята там, да, имея в виду взрослые, это говорит о том, что очень сильно сейчас пойдет упор на это, да, вот, команда Казахстана тоже очень хороший упор делает, там действует несколько академий, тоже выдающийся шахматисток Казахстана, да, вот, которые там действительно выдающиеся, да, гроссмейстера, вот, поэтому мы думаем, что будет такая серьезная конкуренция, ну и понятно, Российская Россия всегда была лидером, тоже, значит, в мире по шахматам, поэтому вот эти все названные мною округа тоже представят сильных участников. А вообще какие шаги предпринимаются для популяризации шахмат нашей республики? Какие-то программы, может быть, вы создаете? Да, мы сейчас на самом деле работаем над такой комплексной программой, мы хотим ее, как бы, выработать, систематизировать вот все то, что мы делаем, да, а так понятно, что вот у нас сегодня мы нащупали то, как работать над подготовкой спортсмена высокой квалификации, как я говорил, вот с помощью гроссмейстеров, да, и плюс еще у нас Кубок Главы Республики проходит, ну и хотим, конечно, уделить и массовому спорту внимания, и поэтому мы проводим достаточно много мероприятий в этом направлении, в том числе то, что я рассказал вам. Огромное спасибо, Владимир Анатольевич, за интересный, полезный разговор. Всех телезрителей и слушателей мы приглашаем завтра, 1 июня, на республиканский фестиваль «Саин», который пройдет по адресу Уткина, 5, возле музея и в самом музее «Россия. Моя история». Всего добра!